Сустреча продолжилась каля годины. Первым словом взял директор клуба Виталь Кушнер. Он рассказал об метах и задачах на сезон. Яны сразумел и вернуться в высшую лигу. Причим не обовязково с первого места. Назвал он и прозвища капитана команды на этот сезон. Им будет Павел Ситко. Позднее главный тренер Владимир Журавель эту информацию подтвердил. А так само додал, что выборы капитана на серии недемократичный характер. Призначение Ситко было выключено его решением. Он проявился как лидер, как человек, который ведет за собой, как подболез с определенным жизненным опытом. Я думаю, этот достойный координатор, он нам поможет и в этой поставке. Призначение капитаном стало нешаканностью для самого Павла Ситко. По его словах, я ничего не веду в обращении тренера. Ускладенные обовязки пообица выконовать с добросумленно. Я, как и вы, только узнал об этом. Я прекрасно понимаю, какая это ответственность дополнительная. Для меня лично это еще дополнительная мотивация. Я постараюсь с этим справиться. Владимир Журавель был немногословным. Отзначил, что час размыва прошел. Треба приступать до практичного выконания поставленных задач. Тем более, что команда подрихтовалась добро. Десять ты дней перед сезонкой прошли с корыстью. Ульцы так само настроены только на самый высокий выник, бо ведают, как у Гомеля любят футбол и засумовали по перемогах. Понятное дело, что такая команда, как Гомель, она должна играть только бороться за самые высокие места. Потому что, еще раз повторю, что в Гомеле это футбол зарождался. Впервые играли в Гомеле футбол. Здесь стадион, классный футбольный стадион. Здесь болельщики любят футбол. Болельщики так само настроены и оптимистичны. Верать в команду, хоть и с некоторыми оговорками. Загадывать на будущее справа не вельми удячное. Естественно, только выходов в высшую лигу. Другого не ждем. Потому что молодежь, все-таки уже многие ребята, которые будут играть в основе, уже играют не первый год. Уже играли в высшей лиге. Поэтому, конечно, рост ростом, но хотелось бы выйти. Хотя, реально понимаем, что не все так хорошо, как хотелось бы. Может быть, не получится. Потому что это футбол, это игра. Да рэчу, в этом сезоне футболистов Гомеля Нельга будет литерально назвать зелено-белыми. Основный комплект формы будет белого колеру, запасный зелено-чорного. Директор клуба болельщиков запевнил, что сделано это с выключно практичных меркованья. И ни в яким выпадку не означает измену клубных колеров. Максим Савин, Валерий Гапанько, Телерадио Компания Гомель.